Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить об очищении совести. Мы говорили в прошлой Капле, мы говорили о Слове Божьем. Сегодня я хотел бы продолжить религиозную составляющую этого процесса и поговорить об обличении от Бога. Бог может вас обличать, и я вам так скажу, он это делает и делает это с завидным постоянством. Вы можете услышать его обличение через свое сердце, вы можете это услышать в своей голове, поняв, что что-то вы делаете неправильно или когда вы предпринимаете те или иные шаги, Бог может просто говорить вам через вас же самих в вашей голове, в ваших мыслях, что это будет неправильно. Возможно, вы услышите его в обстоятельствах, возможно, вы услышите его в обрывках речей других людей, возможно, абсолютно все. Сегодня я хотел бы поговорить нисколько о том, как Бог может обличать, потому что я более чем уверен, что каждый из вас уже сталкивался с этими вещами, и вы уже слышали его голос в своем сердце, или вы видели его действия вокруг себя. Многие из вас задумывались о ваших поступках, особенно когда наступали последствия этих поступков, может быть, плакали по ночам, боясь или стесняясь показать свою слабость другим людям. Я хочу остановиться вот на чем. Бог заинтересован в изменении нашей с вами личности. Бог заинтересован в том, чтобы мы стали лучшими отцами. Бог заинтересован в том, чтобы мы были настоящими мужчинами. И поэтому он в обязательном порядке будет говорить к нашему сердцу. Это его суть, это его природа, потому что мы являемся его детьми. И поэтому, когда мы с вами говорим об очищении совести, я бы посоветовал вам быть достаточно внимательными к этому голосу. Если же вы его никогда не слышали, и вы не понимаете, говорит ли это Бог или нет, пойдите к вашему священнику, пойдите к вашему аксензу или пастору и поговорите. И этот духовный разговор направит вас на правильный путь, как вы сможете услышать то обличение, которое говорит Бог. Еще одна очень важная вещь. Я бы даже сказал некий признак. Он работает в моей жизни, он работает в жизни моих друзей, я более чем уверен, это будет работать и в вашей жизни. Когда Бог обличает нас в тех или иных нехороших проступках, в его словах, в тех обстоятельствах, которые складываются, никогда нет осуждения. Потому что Бог никогда никого не судит. Во всем, что он делает, есть любовь, и его цель изменить нас, а не униждить. Если же кто-то пытается вас обличать, кто-то пытается рассказывать, какой вы плохой и нехороший, и при этом вы видите, чувствуете, переживаете и слышите унижения и оскорбления, любого рода, даже прикрытые елейными, религиозными словечками, вы должны понимать, что не Бог говорит через этого человека. В любом случае, ваша заинтересованность в изменениях и желание услышать и увидеть то, что говорит Бог, рано или поздно приведет вас к тому, что вы его услышите.